В эфире новостная программа Арцах. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент Республики Арцах Арай Каратюнян принял многократного рекордсмена Гиннеса Ашота Хануяна. Об этом сообщает аппарат президента. Президент поздравил его с установлением нового рекорда Гиннеса в Степанакерте и пожелал дальнейших успехов и новых достижений. Президент поблагодарил Ашота Хануяна за активное участие в крупномасштабной войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха в сентябре прошлого года, наградив его медалью благодарность. Вчера председатель Национального собрания Арцах Артур Товмасян принял делегацию Армянской Евангелистской Ассоциации Америки во главе с исполнительным директором Завеном Ханжаном. В ходе встречи Артур Товмасян коснулся послевоенных реалий, отметив, что в тяжелые дни войны Армянская Евангелистская Ассоциация Америки поддержала Арцах. В знак признательности Артур Товмасян вручил Завену Ханжану благодарственное письмо Национального собрания. В свою очередь Завен Ханжан поблагодарил за теплый прием и заверил, что Армянская Евангелистская Ассоциация и впредь будет поддерживать Арцах. Организация предусматривает инвестиции, направленные на образование и воспитание подрастающего поколения, добавил он. На встрече присутствовал председатель постоянной комиссии парламента Арцаха по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Арам Артюнян. Российские миротворцы опровергли факт обстрелов со стороны вооруженных сил Армении. Об этом на заседании парламента Армении заявил 26 мая исполняющий обязанности министра обороны республики Вагаршак Аруцюнян, отвечая на вопросы депутатов. Министерство обороны Армении, в частности, опровергло заявление азербайджанской стороны. Как отметил Аруцюнян, он связался с командованием российского миротворческого контингента в Карабахе, которое опровергло факт обстрелов в направлении Шуши. Противник пытается маскировать собственные незаконные действия. Мы четко знаем тактику азербайджанской стороны, сказал Аруцюнян. Вчера председатель национального собрания Армении Арарат Мирзаян принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской республики в Армении Марьяна Вергара. По словам главы парламента, Азербайджан продолжает вести свою антиармянскую политику и делает агрессивные антиармянские заявления и действия, что свидетельствует о том, что армяне Нагорного Карабаха никогда не смогут безопасно жить в этой стране. Мы убеждены, что безопасность армянского населения Нагорного Карабаха может быть обеспечена только путем признания их права на самоопределение, сказал Мирзаян. Нашу передачу продолжает интервью с министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном. Давид Климович, все политические и силы, и лидеры, как в Арцахе, так и в Армении, однозначно говорят о необходимости единства в столь сложных, как сегодняшний период. Почему же это единство не удается? Знаете, это, наверное, самый сложный вопрос вообще в истории армянского народа. Армянский народ знал период единения. Тогда мы были непобедимы, вот когда были едины. Это не означает, что все партии, все политические деятели должны иметь аналогичные, скажем, мнения, идеи. Но самое главное, чего мы должны добиться, это чтобы не было той вражды, которую мы видим зачастую. Что политические силы, политические деятели друг к другу не относились как к врагам. Враги у нас по ту сторону баррикад. Враги у нас в основном внешнего характера. Хотя имеются и враги внутреннего характера. Эти враги являются, скажем так, вечными врагами. Если мы хотим, чтобы наше государство выжило, оно было сильным, мы должны вот эту внутривидовую, если попытаться, скажем, биологическими терминами обозначить все эти вопросы, вот это у нас очень высокий уровень внутривидовой конкуренции. Поэтому вот мы имеем то, что имеем. Хотя это, я думаю, что многие древние народы страдают вот этим комплексом. Глава Арцахского внешнеполитического ведомства считает все имеющиеся в этом плане амбиции преодолимыми. Да, преодолимы. Для этого у нас должно быть развитое общество, образованное общество. Общество, которое неуклонно следует национальным традициям и ценностям. Министерство иностранных дел Арцаха активно реагирует своими письмами и заявлениями на все животрепещущие темы, проблемы и события. Бывают ли эти письма и заявления замечены адресатами? Думаю, что да. Во-первых, вы видите, какая реакция возникает в Азербайджане на наши заявления. Если в Азербайджане возникает такая реакция, причем зачастую эта реакция даже сопровождается личными оскорблениями, какими-то непонятными комментариями, это означает, что доходят. То есть цели, которые мы ставим, по большому счету, часть из них осуществляется. Что касается других адресатов, я вас хочу заверить, что да, на внешний мир и разные международные структуры действительно реагируют на них. Но для того, чтобы наша работа была более эффективной, вы знаете, что у нас такой принцип уже в Министерстве иностранных дел мы разработали. Минимум пиара, максимум работы. Поэтому зачастую мы попросту не имеем права раскрывать все карты и не имеем права раскрывать все результаты. Ну и хотелось бы, Давид Климович, спросить вас еще вот о чем вас, как редкого министра, очень активного в социальных сетях, как людям ориентироваться в информационном потоке интернета. Мне кажется, люди готовы верить всем с одной стороны, со стороны другой они никому уже не верят. Ну, в Бога надо верить, это самое главное. Карабах государство маленькое, поэтому, когда говорят или верят всем или никому, у меня есть определенные сомнения. Очень легко любой человек может сам для себя даже узнать, кто в политической элите и вообще вот в правящих кругах или в оппозиции, кто есть кто, потому что это очень легко узнать. Нами был задан уточняющий вопрос, верить ли официальным источникам информации. Есть темы, где необходимо верить официальным источникам, потому что очень много тем, они спекулируются. Я понимаю, что есть недоверие к официальным источникам информации, здесь есть как объективные, так и субъективные подходы. Надо просто перепроверять информацию, надо смотреть разные источники. Но для того, чтобы понять, необходимо, хотя бы должны быть несколько авторитетов, кому общество должно верить. Не хочу, конечно, саморекламой заниматься, но Министерство иностранных дел является очень авторитетным источником информации внешнеполитического характера. Честным, непреизвятым и объективным. То есть это Министерство, которое исключительно руководствуется национальными интересами и государственными интересами нашей страны. Это была беседа с министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном. Десятки членов Палаты представителей США присоединились к члену Палаты представителей Дэвиду Володаю и другим лидерам армянской фракции Конгресса в двухпартийном призыве к администрации Байдена прекратить всякую военную помощь США, которая прямо или косвенно способствует военным операциям, деятельности или возможностям Азербайджана. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки. Ни один доллар США не должен быть отправлен вооруженным силам богатого нефтью Азербайджана. Страны, которая этнически очищала Арцах, содержит армянских военнопленных и теперь оккупирует территорию в Республике Армении, сказал конгрессмен Давид Володао. В письме выражается беспокойность по поводу отказа администрации Байдена от раздела 907-го закона о поддержке свободы, который ограничивает помощь США Азербайджану на основании их блокады и агрессии против Армении и Арцаха. Мы обеспокоены тем, что Госдепартамент не в полной мере учел отсутствие прогресса Азербайджана в прекращении блокад и других наступательных методов применения силы против Армении и Нагорного Карабаха, и вместо этого продвинулся вперед с этим отказом, не детализируя серьезные проблемы национальной безопасности, говорится в письме конгрессменов. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку гуманитарной помощи, предоставленной российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в отдаленные населенные пункты Мартакерского района. Об этом сообщает Минобороны России. В ходе гуманитарной акции российские миротворцы передали беженцам и вынужденным переселенцам предметы первой необходимости домашнего обихода, одежду, предметы гигиены, игрушки, коляски для детей. Сегодня российские миротворцы оказали помощь жителям двух наиболее отдаленных населенных пунктов Мартакерского района Нагорного Карабаха. Гуманитарные акции проведены в первую очередь с целью обеспечения жителей одеждой, предметами первой необходимости и медикаментами, сообщил начальник Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Игорь Сиваков. Кроме беженцев, помощь получили и многодетные семьи, которых в достаточном количестве проживают в двух населенных пунктах, добавил он. И о погоде в пятницу. Согласно информации Гидрометцентра Арцаха, 28 мая на территории республики ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западных 5-10 метров в секунду. Ночью термометры покажут плюс 11-14, днем будет от 25 до 30 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали новости на русском языке на канале общественного радио Арцаха. До свидания.